Если этот видос соберет 15 тысяч лайков, то я продолжу бухать. Всем привет, чуваки! С вами я, тот самый токсичный негативный ПандаFX. И сегодня мне кинули стрелку очень важные люди. И нет, это не Дудросы, это Абука Анасов, пацаны. Пандос херня полная, ты уебан снимаешь хуйню, и ты еще гандон. И если ты, сука, хочешь доказать, что я не гандон, приезжай в Астану, я тебя нагну и дашь игол. Мне 27. То, что вы только что сказали, одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Так что, ребятки, готовлю нож, готовлю ствол и выезжаю в Астану. А теперь серьезно, пацаны из Тут Дротс на прям реальных серьезных вещах записали мне ответочку на мой видос по поводу челленджей. И нет, пацаны, это не Панда против, есть отдельная личность, которая заслуживает отдельного видеоролика, поэтому в ближайшее время постараюсь запилить. А сейчас погнали смотреть, что же они там наговорили. Вы еще 1хбет вставили на такой ролик? Ну нихуя себе. Ладно, я так тоже могу. Ставки на спорт! 1хбет! Большие выигрыши! 1хбет! Быстрые выплаты! 1хбет! Надежный букмекер! 1хбет! 1хбет! Букмекерская компания. Первые 2 ролика на нашем канале это были и фифа, мать твою наказание и челленджи. Бро! Да, естественно, они начали с одного челленджа. С одного! Камон! Это вообще не сравнимо с тем, что вы делаете сейчас. У вас сейчас челленджи каждый час, каждый день, блять. Маленькие против больших, большие против маленькие. Мертвая шлюха против молодой шлюхи. Короче, много вариаций всяких. И это было круто. Вот реально, я вот, 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 вот серьезно, так вообще никак-то они вообще меня не слушали. Я как раз про это и говорил, что раньше челленджи были чем-то уникальным, чем-то интересным. Ты смотрел и думал, вау, это круто. Тогда вы, блять, играли с чуваками из Краснодара, Смолов и Мамаев. А сейчас вы играете против маленьких Роналд, маленьких Месси, маленьких Криштиан? Серьезно? И вы хотите вот это вот сопоставить и сказать то, что вы делаете сейчас, это круче? Вы сняли челлендж с Смоловом до первых пивок. Это факт, вы летите с Россией. А потом мы сразу сняли еще и с Пандосом челлендж. Я не понимаю, почему они прям тыкают меня этим. Вот мы снимали челленджи с тобой там, вот там мы начинали с челленджи, камон. Меня от этого и бомбит, что загубили такую классную штуку, как челленджи. Опять же повторяюсь про то, что типа раньше это действительно было чем-то крутым и интересным. А сейчас уже просто этот формат взяли и просто выжили его. Да, возможно это лишь мое мнение и вы там видите под каким-то своим радужным углом, что это до сих пор круто и доставляет массу удовольствия. Окей, дело ваше. И естественно челленджи на моем канале будут. Вот это поворот! Но не в таком потоке и в основном они будут выходить летом, когда погодка позволяет бегать и снимать ролики. Почему мы так любим снимать челленджи? Нет, не потому что... Я скажу, почему вы так любите снимать челленджи. Один эксперт! И плюс подростки говорили, что у нас не заходят ролики по фиге, мол, мы приучили аудиторию уже к челленджам, но это не так. Последние три ролика, которые мы снимали, не зашли вполне себе. Вот раз, два и три. Окей, Тотти Лео Месси 98, команда года. Этот ролик по умолчанию не мог не зайти. Поймали икону паки с девушкой. Тоже, естественно, это не могло не зайти, потому что девушка Тотти карточка, которая якобы с уолкаутом, то есть как будто он вышел из пака, но все мы знаем, что это не так. Камон, ты показал настолько кликбейтные ролики, которые просто не могли не зайти. Поэтому показывать мне вот эти вот скрины и говорить о том, что вот они зашли, но это крайне глупо. Ты лучше покажи те ролики, которые не зашли. Вот этот, вот этот и вот этот. Мне лично не интересно снимать однотипные рубрики, например, собирается там постоянно разы. Не, а почему однотипные? Вы круто снимали... Так, кошак, успокойся, бля. Вы круто снимали ролики, когда делали всякие анимационные ролики, там, охота за фиферами или как вот эта вот рубрика называлась? Ну, вчера и круто было. И вот ты говоришь, что вы, типа, снимали однотипные рубрики. А сейчас что? Маленькие против больших, большие против маленьких, жирные против худых. Вот это вот все неоднотипно. Серьезно, кого ты обманываешь, братан? Я, конечно, понимаю, что у вас там дети время от времени меняются, но от этого суть, как бы, ваших челленджей тоже не меняется. Если уж на то пошло, то рубрики по фифе у вас были гораздо интереснее, разнообразнее. Это лишь мое мнение. Типа, если кто-то считает по-другому, не буду судить. Даже когда мы заходили в фифку, мы всегда креативили, дикие скетчи, вспомните, поход за Азии, как мы делали. Во, во, вы сами об этом говорите, что вы реально креативили, делали это круто, камон. Я про это и говорю, блядь. Ну, детям, короче, от 10, там, до 15, до 16. Ну и касательно возраста подписчиков, мне кажется, уже давно понятно, что в основном вся масса... Не, да, по поводу челленджей. Я не говорю, что они на 100% как бы завязаны на детях. То есть, ну, определенно, там есть какой-то процент людей, которые смотрят и во взрослом, как бы, возрасте. Опять же, это все зависит от челленджей и от кампании, с которой ты снимаешь. Это совсем разные вещи. Но я имел в виду, типа, основную вообще массу. Отталкивался лишь от своей аудитории. И отталкивался я еще от своего окружения, от своих друзей, которые смотрят фифку и челленджи, как бы. Тут все просто. И от тех же комментариев на ютюбе, которые писали о том, что, типа, это детская хуня и все такое. Поэтому это не только лишь мое мнение. Я не сам с воздуха придумал эти факты. Поэтому, естественно, что челленджи смотрят и взрослые люди. То же самое и с фифой. Просто аудитория так или иначе перевешивает, как бы, более в детскую сторону. Я вообще не согласен, что у нас детский контент. То есть мы снимали с Асмолову, мы снимали с Надей Карповой, мы снимали с Гюндаган. Не, самое забавное, он выделил три ролика, которые я сам с удовольствием посмотрел. Типа, Гюндаган, Смолов и Парни против девушек. Естественно, проскакивают такие ролики, которые будут интересны, как бы, абсолютно всем. Но смотреть, как маленькие, там, не знаю, 10-летние дети играют в футбич, ну, хуй знает. Тут, как бы, сразу не скажешь, что, блядь, какой-нибудь там 25-30-летний мужик сядет и будет смотреть, как маленькие пиздяки бьют по воротам. Ну, как бы, тут все зависит, опять же, от челленджей и от людей, которые принимают там участие. Как бы, Женек сам понимает, какой контент выделить и показать тем самым, что, вот, блядь, у нас не такой уж и детский контент. Это сделать абсолютно легко, взять три ролика, которые выходили на протяжении года, камон. И, скорее всего, Финитрин заходят челленджи, потому что аудитория совсем, ну, не такая дожекольная, как у тех же Дротса, там, Германа, Эваниона и прочего. Ну, это прям уже совсем абсурд и, блядь. Почему абсурд? Я показал комментарии людей, которые были в группе. Почему абсурд? Давайте узнаем, почему это абсурд. Я не хочу меня скорблять, не Финитра, он снимает реально очень крутые видосы. Фак, если ты снимешь хороший, годный, крутой, креативный, хороший идея челлендж, он 100% зайдет. Хуй там плавал, не 100%. Финитра снимала крутой, классный челлендж, ну, допустим, он считает, что у него челлендж крутой, он круто смонтировал, все заебись. Но у него не зашло, парадокс. Типа, камон, на словах, конечно, можно сказать, типа, вот, если ты снимешь охуенно, то у тебя обязательно. Зайдет, вот прям 100%, но нихуя, братан, так это не работает. Ютуб это несправедливая платформа, сними хоть ты сотни раз, блядь, крутой, пиздатый. Ролик, не факт, что он у тебя зайдет, это полное заблуждение. Не играет роль аудитории, даже если посмотрите. Не играет роль аудитории, а что тогда играет роль? А как тогда вообще делать контент, если не под аудиторию? Типа, я не понимаю, объясни мне, может, я что-то не догоняю в этой жизни. Если не заманивает название, обложка и при... Короче, тонко, они так финито отхуй сосили. Так что финито, старайся над контентом, делай более интересные челленджи, а то у тебя какая-то зуба там вообще получается. Андрюх, мы не отказываемся от контента по FIFA. Ну, судя по вашим роликам, вы отказались от контента по FIFA. Вы уж извините, пожалуйста, но когда выходит фифулька раз в пару месяцев, ну это странное дерьмо. Для нас всегда самая глобальная идея была в том, чтобы популяризировать футбол в России. Как в FIFA, так и на футбольном поле. Мы всегда мечтали и хотели записывать... Глобальная тема, мессия этой жизни, популяризация футбола. Ну, ладно, окей, может кто-то в это и может поверить, но я что-то как-то с трудом верю, что вы именно вот с этой идеей начинали. Типа, вот, поляризация футбола. Участвует чемпионат мира всех мероприятий. Я сейчас расплачусь, пацаны, подождите. Моя рука непроизвольно тянется к глазам, чтобы вытереть слезы. Человеки, для нас наша дорога, именно то, чем мы занимаемся, это самое честное. Ну да, раздевать девушек на камеру для малолетней аудитории, это очень честная дорога. Вот прям максимально честная. Это только один пример. Я не буду сейчас каждый ролик мусолить, но, как бы, кликбейт это уже нечестная дорога, братан. И ты об этом прекрасно знаешь. Кому ты затираешь вот эту вот историю, я тоже прекрасно понимаю, в своей аудитории. Но мне такую херню не надо затирать по типу, вот, мы там какие-то глобальные идеи преследуем, мы там миссии нового поколения, пытаемся футбольчик продвинуть. Не надо, пожалуйста. Ой, начинается опять вот эта вот херня с прибеднением, типа, вот, мы вкладываем деньги. Хуё-моё. Я тоже, блядь, вкладываю деньги, ты не поверишь. Но в эту фифу, блядь, я уже вложу, наверное, тысяч пятьсот. Ну, однако, я об этом не кричу. Как бы, иногда бывает, бомбанёт, я поорую, что я влют такую-то сумму денег. Ну, ты прекрасно понимаешь, что у тебя это всё окупается вдвойне, втройне, в четверне, там, ну, ты сам понимаешь, сколько платит 1xb. Поэтому, вот, не надо прибедняться, говорит, вот, я вложил столько денег. Какой кошмар. Ты просто записываешь свой дом в комнате и поливаешь всех тех, кто старается дерьмом, и это чуть-чуть неправильно. Чего? Свой дом в комнате и поливаешь всех тех, кто старается... Сидишь в комнате и поливаешь всех дерьмом. Блядь, окей, я выйду из комнаты, я выйду из комнаты и буду где-то на улице так же продолжать высказывать свои мысли. Я не поливаю дерьмом, почему ты так это выставляешь меня каким-то, блядь, говнометцем, блядь. Типа, это вообще необоснованная претензия о том, что я сижу дома и поливаю всех дерьмов. Негатив на коротком отрезке может выиграть, но на длинной дистанции... Чего, боже, позитивные ребятки, которые постоянно вот так вот улыбаются, как же я вас люблю. Я не знаю, может со мной что-то не так, но, блин, ну вот эти вот топовые блогеры, они постоянно улыбаются, постоянно веселые такие, блядь, нахуй. Всех любят, всех обожают, ноль негатива. Я, конечно, понимаю, что это образ для Ютьюба, но этот образ такой омерзительный. Вы уж простите, но когда вы постоянно улыбаетесь и записываете подобные негативные видосы, вы уж или полностью высказываете свое мнение, или же, блядь, не высказываете вовсе. Я считаю, что пока нет цензуры на Ютьюбе, надо говорить все как есть, а не вот так вот, типа, знаете, на пол шишечки присунул, типа такой, вроде как бы и попытался оскорбить, а вроде и нет. Типа такой позитивненький, добренький, улыбается, прям тошнит от такого позитива, серьезно. Да, возможно, кто-то скажет, что я негативный, токсичный пидорас. Пусть так будет. Окей, пусть я таким буду для вас. Я только рад, что вызываю у кого-то не только позитивные эмоции. Поэтому, Андрюх, нам реально максимально непонятно, зачем ты каждый раз пытаешься утопить какой-то канал. Каждый раз пытаюсь утопить какой-то канал? Чего, блядь? Чего? Такое ощущение, как будто я каждую неделю выпускаю панды против. Если человек этого заслуживает, если есть мнение, которое я хочу высказать, я это делаю, Ютьюб мне позволяет, почему бы и нет? Мы старались с Германом в него, мы реально делаем вкладывание, как я и сказал, в съемке. Весь процесс, огромное количество денег. То есть мы разнообразим... Они уже раз третий или четвертый говорят, что они вкладывают огромное количество денег. Ну, блин, этот видос можно было нарезать, там, не знаю, за 4 минуты и вырезать вот всю эту воду про то, что они стараются, про то, что они там вкладывают деньги. И так это все очевидно. Опять же, как я говорю, это у вас все окупается. Зачем об этом каждый раз говорить, я не понимаю. Не стоит ни на кого злиться, просто поддерживайте. То есть они делают такой ролик и в итоге подытоживают все тем, что не надо злиться, будьте добрее, будьте милыми и все у вас будет заебись. Но, зайдя в комментарии, ой-ой-ой-ой, кажется, ваша аудитория вас совсем не услышала. Панда-алкаш, панда-лох, панда-пидор, типа, я кривоногий мудак, я постоянно бухаю. Полностью, блин, согласен с вами, панда, блин, сидишь только и поносит всех, футбол играть не умеет, только в монитор смотрит под пивасик и кошаком. Так, где мой кошак? Где мой пивасик? Вот так намного лучше. Наделите панде ФК. ФК-панда. Хорошее название для клуба жопу, чтобы он понял, что нельзя вас судить. Он просто завидует и всегда буду за вами. Сеймайте, что вам нравится. Цены, сеймайте, что вам нравится и все будет заебись. Что ты там пробурчал под свой маленький носик? А не, услышал. Бля, у меня большой нос, братан, ты чё? Ты чё это за подъёб? Панда, ты долбоёб, панда, ты алкаш, панда-пидор, панда-сосёт. Это оскорбление, которое я заслужил, пацаны. И теперь вспомним, что сказали Тутродс в своём ролике. Они максимально мило, нежно, с улыбочкой сказали, что давайте жить дружно, не надо никого оскорблять. А что делают подписчики? Они просто палили меня говном с головы до ног. И тут назревает такой вопрос. Говорят, что аудитория это лицо блогера. Но в данном случае как-то немножко не сходится, вам не кажется? И вот я не могу понять, в чём ваша проблема, детки? Почему вы такие злые? Я более чем уверен, 99% из тех людей, которые написали в комментариях, что я пидор, чмо, гондон, пидорас, никогда в жизни мне в лицо не скажут это при встрече со мной. Скорее всего они сделают со мной фоточку и уйдут домой радостно и счастливые. Ну разве что Абука Анасов, который обещал, что нагнёт меня, ему 27 лет. Вот он-то точно мне в лицо бы всё сказал. А так, ребятки, какого хуя? Я понимаю, что в интернете все такие смелые, пиздатые, там, отстаивают честь своих кумиров. Я не защищаю своих таких же пиздюков. Пацаны, если когда-то где-то вы слышите, что меня хуй сосят, не надо меня защищать. Будьте выше этого. Я сотни раз говорил о том, что обидеть меня за 10 крайне сложно. Я вот читаю все эти комментарии, я столько раз уже вот это всё слышал, одно и то же, круг за кругом. Каждый раз, когда с кем-то ссорюсь, все пишут, что я кривоногий, пишут, что я много бухаю, то, что я завидую. И давайте теперь по пунктам я отвечу на все эти претензии. По поводу бухла скажу так. Я лучше уж буду честным к своей аудитории, не лицемерить, не постоянно улыбаться вот со таким вот ебаником. Эй, ребятки, я такой классный, веселый, я занимаюсь спортом и не бухаю. Есть блогеры, которые скрывают, вечно улыбаются, такие, эй, аудитория, я вас люблю, на самом деле я на вас хуй клал. Нет, я не такой, если я бухаю, я говорю, что я бухаю, если я курю, я говорю, что я курю. Мне похуй, кто что обо мне подумает. Я такой, какой есть, я настоящий. Да, я крайне негативный персонаж, вы уже должны ко мне привыкнуть. Да, возможно, в какой-то степени я токсичный пидор, к этому вы тоже уже должны были привыкнуть. Если кому-то что-то не нравится, естественно, в любой момент вы можете отписаться и просто не смотреть мои ролики. Еще много комментариев было о том, что, ой, панда завидует, у него там просмотры упали, ему обязательно нужно захуярить конфликты, чтобы, типа, подняться над этим. О, да, где же вы были, мои маленькие детки, когда я записывал панды против Германа, у которого тогда было в три раза меньше подписчиков, если не в четыре? Где вы были, когда я записывал панды против Рухи, у которого было в пять раз меньше подписчиков, чем у меня? А? Где вы были? Вот скажите мне, пожалуйста, я, сука, записывал два полноценных видоса, и что, блядь, я пытался хайпануть с маленьких каналов? Вы серьезно? То есть я завидовал уже на том промежутке времени им и пытался, блядь, нахуй, подняться за счет них. Охуенно! Браво! Насчет Миллера вы сами знаете, что там за история, не хочу повторяться. По поводу того, что я кривоногий. Парни, вот, мои ноги, вот, смотрите, они ровные, они такие же, как у вас. Возможно, немножко жирные, хуй знает. Почему я так хуёвая игра в футбол, я уже рассказывал несколько тысяч раз. В детстве у меня был перелом ноги, то есть я очень долгое время ходил в гипсе, и мне вообще противопоказано было играть в футбол. Но я через боль и через риск того, что я буду там хромать всю жизнь, играл более-менее там время от времени уходил на поле и в основном стоял на воротах. Даже сейчас у меня это дерьмо проявляется. То есть я, когда играю в футбол, у меня может просто нога захромать, я там могу месяц просто тупо не ходить. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, как-то херово все срослось или еще что-то. То есть время от времени у меня боли бывают в ноге. Я, опять же, не знаю, как это все работает, с чем это связано. Это надо уже у родителей узнавать, там все точно подробно. Но знаю точно, что в детстве у меня было реально хуево. И типа, если вам доставляет смеяться и угорать на тем, что типа я в детстве был инвалидом, окей. Черный юмор тоже никто не отменял. Можете ржать, угорать на тем, что я кривоногий, ха-ха-ха, пиздец, как смешно, в детстве был инвалидом. Окей, дело ваше. Так что, пацаны, такая вот история. Это не панда против, опять же говорю, я не против челленджей. Я люблю челленджи некоторые. Я буду сниматься в челленджах, но меня бесит это перенасыщение данного формата. Еще раз говорю, я не отказываюсь от того, что я снимался в челленджах. Я не отказываюсь в том, что у меня на канале будут челленджи. И вообще, в целом, последние челленджи у меня пиздато захотели. Я там творил какие-то невероятные вещи и просто охуевал себя. Это к слову о том, что типа у меня они не заходят, я там хуево играю у них. Нихуя, наоборот, я вроде как прикольно там что-то пытался сделать. У меня скин более-менее как-то там показывался. Панда FX побеждает сегодня. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы. Парни из Тудротс, респект вам. Делайте то, что вы любите. Не обязательно обижаться на мои слова. Я токсичный пидор. Опять же, повторяюсь, я, возможно, много негативлю. Да, я не типичный ютубер, который постоянно радуется жизни, улыбается и делает все на позитиве. Сорян, вы такие, я другой. Ютуб большая площадка, так или иначе тут пересекаются чьи-то интересы, чьи-то взгляды на жизнь. И так уж получается, что с чем-то мы не сошлись. Бывает. Если же вы согласны с моим мнением, как бы, если вы его поддерживаете, ставьте лайки, пишите об этом в комментариях. Ну и впрочем-то, наверное, все. Мне больше нечего добавить. С вами был я, кривоногий алкаш, который завидует всем подряд и пытается хайпануть на этом. Всем спасибо за внимание и покедово.